друзья привет ну что мы с вами в киеве в ресторане индийской кухни гималайи называется увидели у одного популярного блогера на канале и решили сами прийти увидеться что здесь классно и вкусно уже просто обратите внимание на интерьер эти штучки во-первых кожаные да 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 покажи вот эти вот вот эти вот узоры кто был в индии знает все шкатулочки вся утварь в индии точно сто процентов вот как здесь просто сделано водички принесли просто сразу нам налили мы уже заказали теперь еду с нами есть наша подружка но она не не снимается я уже сняла да молодец а ты снимаешься видевается все нормально сказать как и наши друзья в кении не снимается видео нет покажи просто просто не стеки какая хорошо что эти столик забронированы мы зашли тут сейчас 4 30 и все занято так но я же намагаюсь так что сейчас ждем то что мы заказали попробуем блюдо заказали медиум средний средний вкус специй то есть среднюю остроту расскажем целый скажем вкусно ли ну в общем вы с нами видите сами покушьте для вкусника ставьте лайки пишите комменты вашими пальчиками обязательно на барабанке поехали друзья то мы с ним такой напиток называется шиканджи это популярный в индии но честно мы в индии два раза были там не видеть вот помада все стоит 350 литр и вот вкусно мята и клубничку нет земляника тебя чувствует клубнику клубнику нет она может быть знаешь вкус перемешался и может и лимончик еще и лимончик кисловато кисловато освежая сейчас так жарко 33 35 градусов мы еле дошли сегодня 37 в эмиратах конечно мы тоже такую же испытываем но мы на нее не выходим здесь мы ты должен выйти и погулять друзья на видит такой стаканчик освежает очень все надеюсь у вас тоже какие-то освежательные напитки освежительные есть ждем основные блюда друзья уже приносят вкусноту нам здесь это вот у нас фиш рыбка в соусе масса до берем как три года перри на ряду очки и кучу греху дома а там сего рифа вот такой баттер чикин 325 стоит это девочка 8 рис плау до томатного супа заказывали не заказали я жду Вот такие штучки, будем кушать, пробовать и вам рассказывать. Показывает, что принесли, значит, баттернам, кстати, он еле тепленький, два соуса, шпинатно-мятный и какой еще, я не помню. Паприка с овощами, вот это одна порция, вы же помните, кто был в Индии, кто был в индийских ресторанах, сколько риса приносят. Кто был в арабских ресторанах, да, и сколько лепешек приносят. Так, это у нас что, баттерчики, на них в принципе визуально ничем не отличаются, а это фишчики, то есть рыбка, ой, фишчики, фиш масал. Да, это фиш масал. Так, ну давайте, я попробую. А посмотри, какие красивые эти, слушай, что-то на ней горячее. Оно должно быть горячее, не? Да, ну сейчас попробую. Странно, откуда они его несли, с этого, с северного полиса. А мы сказали, медиум, да? Да, мы сказали, медиум. Мы сказали, что по европейскому стандарт, но не будет как выглядит. То есть, вы понимаете, даже если вы не скажете минимум, вам труба. А чем кушают вот эти матришки? А вот же у тебя приборы, ты же интересовалась, может? Пока делали же, что кожаные. Ох! Кожа, кожа, кожа. Так, ну что у нас здесь, разваляли, все это сделали, все очень вкусненько, я надеюсь. Так, давайте так, отправляем в рот. И вам желаю тоже, что у вас есть какая-то вкусная денежка там. Нереально, но не горячая. Ну вот я не понимаю, почему она не горячая. Ну что, плачь? Может попросить подогреть, но мне что-то я не понимаю. Такое мясо. Я взяла показать в камеру, Наташа его у меня слизной. Ставьте лайк, Наташа очень находчивый человек, вы понимаете? А что ты мне показываешь? Я в камеру показывала мясо. Еду надо есть, а не это. Дальше есть соус, но, честно, не хочется пробовать. Я очень люблю именно баттер чикен, как-то масляную курочку. Аромат просто супер. Ты даже ничем куртить не хочешь. Но я понимаю, что я не ес. Ну, оно нормально, оно приятно печет на него такое. Ну, единственное, что странное... Единственное, мне не нравится... Мне не нравится это. Нет, пускай подогревает. Мне не нравится. Пускай подогревает, наверное, потому что выдает ветер. Хорошо, ну вот, вот такого. Лепешки, кстати, тоже реально холодные. Поэтому я немножко поела. Да, конечно. Да, конечно. Решили попросить подогреть. А вот здесь вот нормально, все нормально, все устраивает. Так что рыбка даже очень хорошо. Ну, хорошо. Богато претензий в жизни. Так, народ, Наташа в засвете, к сожалению. Поэтому я сегодня веду эту искусную кулинарную программу. Это чечевичный суп. Да. Супчики где-то по 165. У меня томатный суп. Меньше такой остроты. Наши подружки вот сильно острые. Ну, она это любит. Ей будет хорошо, Наташа. У меня остренькие. Остренькие, да? Остренькие. Очень вкусненькие. Знаешь, вообще-таки приправы не соленые. Если вот можно бы подсолить по моему вкусу. Ну, какие блюда, какие, посмотрите. Ну, не блюда в смысле, а блюда. Вот. Посуда вообще просто. Ну, дайте. Я даже вам кушу подсветочку сейчас. Просто классно вообще. Я ставлю вот ее. Девчонки делятся супчиком. Супом уже. Нормально. Пошло все. Делиться уже. А вот лак паниры еще приносили. Вот такая вот вкусная тенежка. Так, у меня чечевичный супчик. Он как-то называется по-индийски. Не помню. Очень смачный. Цене лентил суп. Ну, дал. Ну, дал. Это и есть чечевица, в принципе. Дуже смачный. Это совершенно не лентил суп, не арабский. А теперь, Ромашка, пробуй свой томатный супчик. Не знаю. Кстати, интересный будет. У меня уже красный это дало. Я же съела чуть-чуть. Ну, чуть-чуть ешь. Чуть-чуть есть. О, кто-то пьет. Что? Крепкий? Кремовый суп, но чуть-чуть есть остальное. Да? То есть, когда внешний острый, все равно будет устрачиваться. Ну, отлично. Ну, смачный? Кстати, на панир. Сыр классный. Внимание. Вот, опишите, что вы вообще из всего этого знаете, ели. И любите, да. И хотели его попробовать. Да, было бы интересно. Да, конечно, и работает. Слушай. Так, друзья мои, ну что, рисы принесли даже еще с горочку насыпали. Может, света нет? Я вообще не подумала. Не нагревает. Ну, это же странно. Здесь вот цвет же есть, так что... Нет, ребят. Здравствуйте, это зарядка. Это же... Ага, это не то. Это... Хорошо, вот свет есть. Подождите, вот свет есть. Так, что это? Ну... Так, хочу сейчас встать. Кстати, такие удобные штучки принесли нам на вот эти, на... на рюкзачки, на сумочки. Вот они все здесь лежат. Давайте-ка я встану, Наташу засниму. Что я повинно попробую? Так, я хочу, чтобы попробовала лепешка нан. Давай. Баттер нан. Рис. И наш баттерчик. Я тоже ничего не пробовала. Баттерчикен нан наш и... Палак. Давай. А, ты смотрела, он изменился в размере. А, вот в сковородах куда, кстати. О, заворять лепешки. Горяченькая лепешка. Кстати, лепешки обожаю. Народок, это так вкусно. Это просто можно с чаем или с корзкой сидеть. Это аплоденно вкусные эти лепешки. Обалденно. Вообще супер. Ммм. Ну-ка, да, но горяченькая. Ну, давай теперь, да. Можно, конечно, это. Так, я хочу попробовать. Кстати, я так удобненько снимаю, чтобы не снять ни одну компанию, ни вторую, и как бы, чтобы не мешать людям. Обжаренный сыр. О, запахнет. Ой, запахнет. Слышите? Ммм. Самый прекрасный. Особенно та, что говорит островатый. Очень. Немножко чуть-чуть. Она там держалась. Окей, посмотри. Видишь? Ну, вот такая шучка. Я думаю, что кто был в Индии, точно пробовал. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Попробовать рис. Кстати, можешь у Людочки рыбу взять. А, вот именно. Что-то она монополистом заделалась. Так, давайте я вам пока узлов покажу. Какой же это класс. Как же я скучаю по Индии иногда. Вот мы там два раза были, так пропутешествовали. Не снимали, конечно, тогда. Есть записки на сайте. Но какая-то красота вообще просто. Блин. Индия такая вот. Ну, остается в сердце. Вот. Ну что? Сейчас чекайте. Еще нет. Я попрошу. Сейчас с нами поделятся рыбкой. Все. Нет, хватит. И насыпешь мне еще. Кстати, надо быть. И Наташа еще попробует. Оооо. А курочка? Ну, наконец-то. Такие нам пилищные чеки. Это фархладная курочка. А, ладно. Что это с курочкой там? Ой, как красиво. Прям фьюжн. Ну просто выскажешь свое четкое мнение. Людочка, где? Это рыбка, да? Да. А ты попробуй, где курка, а где рыбка. Ты определись на чем. А, ну, если что, это лосось. Лосось. Видно? Лосось. Класс. Кстати, да. Кстати. Кстати, видно. Наташа, как обычно, всегда не стоит лосось. Ну а что? Сейчас такие буренные часы, что... Ну а что, литерство нет? Да. Ну а что, каль? Отлично. Ну я бы подарок. Нет? Ну ладно. Ну не хочет чек, че нормальный. Умбирчик такой, тоненький, классный. Смачно-смачно. Ага. Сейчас эту курочку... Ум... Ммм, они резные. Я вкусно. Специи резные, я не знаю, как-то так по-другому. Ну разные специи, вообще-то рыба и кулица, разные виды белка. лепешка когда подогревание приносит вообще отлично так что ну вот еще я думаю что то еще мы захажем типа масала чай кстати смотрите поднялась и наверх такая оранжерейка и тут туалет ну посмотрим что тут по туалету уже все отключил ну вот хорошее такое прикольное заведение комнатка есть заходите живите пользуйтесь так друзья вышла вам показать ресторан прикольного так вода лампочки висят хотя светло еще и вот сам этот ресторан и вот уже есть великанский стадион здесь есть из физкультуры за ним зал олимпийский стиль работала я там долгое время 11 лет пока не нашла работу в эмираты и не уехала сейчас только приезжаю в гости ну вот принципе сейчас тревоги нет можно классно посидеть с друзьями пообщаться поговорить так что пока есть мирные минуты люди прогуливаются сидят в кафе и конечно надеются на все хорошее кстати народ смотри какая дверь шикарная вход вообще просто круть дверь конечно реально как в индии и красивый такой фонарик лампочка кто-то уже выходит выйти не может вначале это выпускать все ставьте лайки выпускаю так принесли мне black масала она заказали петельчики когда наташин black масала состоит сейчас почитаю рикер амарета чай масала черная смородина должен быть легкий нежная ягодная вершкова этому же по коктейлям пошли коктейль 200 мне пахнет амарета очень нежно и немножко смородиной красиво в кадре красиво кто ты или или как бокал ездит как бокал ездит конечно ну да 2 коктейль ганеша конечно называется она покажи мне его ближе сейчас это знаю что рун пряный мята ваниль цитрусовый фреш должен быть освежающий в меру пьянки но в меру пьяна короче ты будешь из кислинкой а у меня друзья мои простой масала чай за 95 гривен и я этом очень довольна как статьи масала чай приготовить мы вам уже рассказали показали оставлю видео в описании ну что надеюсь был интересный контент сегодня вот такие у нас кусочки радости в Киеве ставьте лайки пишите комматы всем спасибо